Мы создаем самый крупный бизнес за всю историю цивилизации. То, что сделали вместе Степенсонт, Форд и Боинг. Принципиально новая транспортная отрасль нужна всем. Человечеству, каждой стране, каждому городу, каждой семье и каждому человеку. На разработку транспортной инновации Rail Skyway потребовалось 36 лет и более 7 миллиардов рублей. Чтобы начать продавать эту технологию, необходимо построить тестовые участки, на которых она будет сертифицирована и показана заказчикам со всего мира. Для этого нам необходимо в ближайшие три года инвестировать в средства, созмеримые с уже вложенными. После этого мы обгоним всех и навсегда в мировой транспортной ниши, емкость которой превышает бюджет России в несколько раз. И займем не менее 50% этого рынка. Подобно уже удавалось в истории, например, Боингу. Империи рушатся. Распался Советский Союз. Но его инфраструктура, в первую очередь транспортная, осталась. Как живет и работа Транссибирского магистрали. Построена век назад, пройдя через революцию, гражданскую и мировые войны. Построенные по струнным технологиям небесной дороги Skyway также будут работать на благо людям столетия, принося доход тем, кто рискнул и пришел в свое время инвесторам в эту инновационную технологию. По сертификации проект перейдет из разряда инновации в разряд инвестиционный проект. Далее технология перейдет в адресные транспортные проекты, реализованные на всех континентах планеты. И километрами или метрами этих дорог, в зависимости от объема вложений в технологию, будет владеть каждый конкретный инвестор. А его инфраструктурная собственность и дивиденды от нее перейдут затем по наследству к потомкам. Недорогие, безопасные, эффективно дороги необходимы не чиновникам и государству, а простым людям. Тем, кто и платит за проезд по этим дорогам и своего кошелька. Кошелька как пользователя, так и налогоплательщика. То есть это нужно только нам с вами. Поэтому и начато народное акционирование инноваций по британскому праву на выгодных для инвестора условиях. Акции нашей компании будут переформляться на новых инвесторов с большим дисконтом. То, что через несколько лет будет стоить миллионы, сегодня можно приобрести за несколько тысяч рублей. Начнем вместе строить наше достойное будущее. Комфортное, безопасное, экологически чистое, с высоким уровнем жизни. Будущее, которое не стыдно будет передать по наследству детям и внукам. Это не случайные люди, это уникальные люди, которые выбрали прогресс, которые выбрали креативность, которые выбрали новизну в этой жизни. И с чем я всех нас и поздравляю. Мы сегодня собрались для того, чтобы создать специальное энергетическое пространство, специальное энергетическое поле нашего коллективного мощного посыла. Людей, людей, единомышленников, которые прогрессивно мыслят, которые прогрессивно думают и прогрессивно делают, не жалея своих сил, навыков, знаний, постоянно идут вперед. Поэтому я просто счастлива и рада быть в таком окружении, быть в такой команде. И хочу с уверенностью сказать, что наша команда мастеров Skyway движется очень хорошо, очень серьезно. И буду рада видеться со всеми вами и дальше. И, наверное, мы передадим слово нашим следующим спикерам, потому что у нас сегодня много интересной информации по тем направлениям, которые мы имеем уже сейчас, на сегодняшний момент. И следующий у нас, Лариса, пожалуйста, скажи, будет Сухадуев Алексей. Следующий у нас, следующий у нас Володя Маслов. И, конечно, вот у нас спрашивают участники, вот сразу видно, да, кто наше, кто не наше, хотя понятия не наше не существует вообще. А ближе к теме. Тема-то такая очень простая. Мы едем 5-го числа, с 5-го по 8-й мы в Белоруссии, и мы будем закладывать капсулу времени. Капсулу времени никто не отменял, они закладываются с человечеством современных египетских пирамид и даже раньше. И на самом деле они работают. Мощь и сила капсулы времени всегда уникальны. И это то, что помогает потом изнутри наружу развиваться проекту. И, конечно, те специальные предметы, которые мы туда повезем, и простые физические, и не физические, и эфирные, и так далее, они все будут работать, и все будут заложены. Поэтому на сегодня те из вас, кто присутствует на вебинаре, те, кто зарегистрился на вебинар, вам потом будет отправлено по почте специальной технологии, чтобы вы могли подключиться и затем уже в день закладки этой капсулы присутствовать и направить свои энергии для того, чтобы затем из этой капсулы времени начала расширяться сама планетарная технология. И это на самом деле очень сильно ускорит. Как будет внедряться технология, сейчас огромное количество направлений, которые появляются даже независимо от нас. Благодаря тому, что технология своевременно начинает происходить с синхронистичности. То есть начинают собираться в одной точке, в нужное время, в нужном месте люди, которые до этого никогда бы не встретились вместе, если бы эта технология, благодаря в том числе и вам, не появилась на этой планете. То есть, ну, как бы даже не об этом речь, она не могла не появиться, потому что вы появились на этой планете в эти времена. И сейчас, Володя, я попрошу тебя рассказать о важности твоей темы, темы, насколько это сейчас согласуется со Skyway, куда мы все вместе движемся с этой технологией, как она работает на благо человечества. Володя. Добрый вечер всем, друзья. Я рад, что мы в такой день собрались, естественно. И поскольку уже сказали, что тематика как раз, что я как бы хотел бы обозначить, это проект Века и его влияние на коренные перемены в предпринимательстве. Но предпринимательство, оно само по себе как бы является всеобщим, но наиболее важно это то, а как же, что дает, что дает эта технология Skyway, технология, о которой многие вас, я не знаю, знакомы, не знакомы, это возможность есть ознакомиться у вас, если кто еще не ознакомился, да. Занимаясь тематикой, или, скажем, не тематикой, а реальными вопросами, как же можно жить достойно в 21 веке, мы постоянно упирались в одно маленькое но. В мире возникло и возникает буквально ежедневно масса различных поселений, каких-то спутников, городков маленьких, где люди пытаются как-то оторваться от больших структур городских, отдохнуть от природы и так далее, найти какую-то деятельность, но все упирается в одно маленькое но. Да, если задачей является какого-то сообщества, которое ушло из города или пытается уйти из города, обособиться, стать автономным, то это возможно достаточно рационально. Но как только возникает задача, что обособиться, но жить достойно и хорошо, и, скажем, не выпать из общего контекста развивающегося общества в целом, то возникает вопрос транспорта. Транспорт являлся основой развития или транспортной артерии. Когда-то давно дороги, потом какие-то конные дороги, потом, вернее, тропы, потом конные дороги, потом и так далее, и так далее, и дошло до нынешних трасс. И они не удовлетворяют после развития или в процессе завершения развития интернета уже не удовлетворяют, скажем, тем потребностям перемещения материального людей и перемещения груза. И поэтому трасса является основой. И от того, насколько она будет гибкая, насколько будет соответствовать требованиям потребностей природы, зависит практически будущее. Но это одна сторона дела. Другая сторона дела это то, как мы готовы к этому. Можно собраться, прекрасное сообщество, компанию собрать в поселении и, пардон, через три месяца всем перестреляться там. Такого можно привести целый ряд примеров, когда такое происходило. Почему это происходит? Происходит потому, что люди не учитывают целого ряда различных факторов, которые в этом присутствуют. Это все требует системного такого, подготовленного подхода. И в первую очередь, люди, которые на это идут, должны быть готовы, желательно, чтобы они были готовы меняться сами. И это требует все. Если мы говорим о предпринимательстве, предпринимательство будущего уже сегодня есть потребность в том, и об этом говорят умные люди, что поколениям, которые сейчас от 20 и выше, а кто еще меньше, так тем вообще, надо быть готовыми за свою жизнь сменить 4-5 раз свою профессию. Абсолютно. Поэтому поселение это не только место, где люди просто будут осуществлять отдых и проживать, а это еще и место, где они будут осуществлять свою социальную задачу, начиная от общения с близкими до сообщества, где они будут трудиться и так далее. И поэтому очень важно, как это все настроить. И большую роль в этом играет именно настрой самого человека. Я вот сегодня открыл утром одну очень умную книгу, которая дает настрой на день. И вы знаете, очень интересно совпадение произошло. 3 августа. И символом сегодняшнего дня является всегда мечтайте о великом и стремитесь к этому. Не буду пересказывать все, что тут сказано, такое очень ценное. Суть в том, что очень важно о том, готовы ли мы принять то, что нам дает Вселенная. А Вселенная сейчас дает очень много. И от того, перестраиваемся мы или не перестраиваемся, зависит возможности и то, куда мы стремимся. Все эти новшества, о которых мы говорим, о которых говорят сейчас много, и в телевидении, и о всем, когда они возможны? Они возможны, когда критическая масса, критическая масса людей начинает думать в этом направлении, начинает действовать в этом направлении, и после этого только начинает меняться, что очень важно. Можно сидеть, умничать, думать, а самому не меняться, ничего не изменится. Поверьте мне, это так. Я на своем веку уже кое-что видел. Теперь, каковы ориентиры? Ориентиры в этом деле, как я и обозначил, если кто-то может быть читал, там настройки, кто о чем хотел говорить и донести, да, это то, что надо быть готовым, во-первых, к коллективным сообществам, коллективным действиям. Это сетевые структуры на новом уровне сотрудничества. Скажем так, интернет дал нам на возможность передачи информации, общения. Мы сегодня, это абсолютно было невозможно еще 5-10 лет назад. Сегодня это возможно. 400-500 человек и общаются в интернете. Супер. Не буду развивать дальше эту мысль. Поэтому это сетевые структуры, но развиты уже на новом уровне. Способность перенастройки и адаптации каждого человека. Желает, и кто не желает, уходит. Выбор каждого сам делает. Если он не желает перенастраиваться, не желает изменяться, а мы находимся постоянно в стрессовой ситуации, то выход один-единственный. Принять эту ситуацию, настроиться на изменения, быть готовыми изменяться и изменяться. Или же уйти на деградацию, на другой путь. Путь, в общем-то, ну скажем так, какого-то существования. Поэтому это очень важно. И это в предпринимательстве так. Большинство, я занимаюсь с предприятиями и это везде просматривается. Готовы ли собственники, готовы ли работники, высший эшелон управления, средний эшелон управления, бригадиры, просто рабочие, если они готовы меняться, видят в этом необходимость, то самое главное, сонастрой, все элементы, все звенья вот этой системы. И это действует везде. Предприятие, поселение, учебное заведение, какой-то коллектив, абсолютно везде. вопрос лишь в том, как мы сами к этому относимся. И очень важно то еще, что настал период, мы говорим об экологии, для многих это, скажем так, не брось окурок, не выпусти лишний газ, пардон, в хорошем смысле этого слова, не засоряй окружающую среду и так далее. фактически это есть и экономия, правильное отношение ко времени. Я всегда говорю, что нам всем, мы все равны с вами, все 500 человек, которые мы здесь сейчас общаемся, нам каждому Господь или высшие силы дали 24 часа нам нашу электронную карточку. И вопрос в том, как мы ими распорядимся. И тут начинают действовать, и ведь мир очень прост, правило 20 на 80 или закон Парета, всегда желательно настроиться и быть готовым пользоваться и быть, применять тот ресурс, настраиваться на тот ресурс, делать то в конечном итоге 20% только из всего 100, что даст 80% результата или эффекта. И тогда мы не будем так много разорять и природу, разорять себя, ибо мы являемся тоже очень важным элементом природы, если не самым главным, но в хорошем смысле этого слова. Вот. И отсюда мы и приходим к тем принципам, которые придется, желаем мы того или нет, применять, если мы хотим выжить, а мы хотим, чтобы наши последующие, наши поколения и последующие поколения были самодостаточны, развивались, жили достойно, достойно жили, как бы им не препятствовали этому, это значит быть готовыми проживать в новом укладе, проживание в новом укладе. А к этому надо готовиться. Вот, может быть, коротко, очень так это самое, тоже, может быть, не детально, я бы вот дал такой посыл. И очень важно, настраиваться надо и мечтать надо о великом. И тогда шаг за шагом мы к нему придем. Я готов еще потом добавить, если что-то будет. А вот есть ли у участников вопросы, потому что, ну, понятно, с промокодом, для меня это, конечно, новость, я никогда никуда не хожу за промокодами, когда я сама для себя давно уже промокод. Вот, поэтому, значит, вот нам тут спикеры, Алексей Сухадов, говорит, что да, оказывается, промокод будет в конце вебинара. Есть ли у вас вопросы сейчас? Вот вы пришли, у вас была какая-то причина сегодня оказаться, появиться здесь. Ну, как бы со студентами Академии Макросознания все просто, особенно после проекта «Мы вместе вносящие свет», то есть вы понимаете, что как теперь поднимать технологию, чтобы она проявилась. А вот у кого из вас какие конкретные вопросы? Вот что вас на сегодня волнует? Вот вы пришли на проект, и Владимир, тебе посылают огромные благодарности за очень позитивный настрой и так далее. Какие вопросы волнуют конкретно вас? Не то, что мы скажем вам. Вот, Наташа, да, студентов сразу видно, пришли поддержать пространство, абсолютно. А знаете, почему поддержать пространство? Я с радостью отвечу на ваши комментарии, я надеюсь, что сейчас они появятся в чате, я обращаюсь. Высота и скорость, да. Вы знаете, на сегодня, когда мы смотрели, я всегда говорю своим студентам, что у меня в прошлом стаж больше 25 лет строительства и так далее. И поэтому, когда, в чем уникальность этой технологии? А с одной стороны, как бы, технология подвисла, вот она всем нужна, она всем важна, а технология висит в воздухе. Почему? Потому что, наверное, мы с вами не особо серьезно к этому относимся. Мы настолько привыкли, что за нас все решают, а мы сами не решаем ничего. Но на самом деле, то, что сейчас мы сделаем, пока делаем здесь, сейчас, показывает, что именно вы, простой человек на планете Земля, на самом деле, вы не простой человек на планете Земля, и даже со всеми человек, вы намного больше, чем просто человек на планете Земля. Именно вы сейчас решаете. И если вы сейчас наблюдаете на то, что у нас не такой вебинар, чтобы мы сейчас вам рассказывали, тех особенностей транспорта, или какие-то технические показатели. Это все на сайтах есть и для новичков, и для старичков. Наша задача, чтобы вы прониклились в тем, насколько действие каждого из вас могущественно. Буквально недавно мы встречались с Анатолием Доваровичем Юницким, как раз составить регламент по нашей поездке, по предстоящим совместным действиям в КВ и по закладке камней и так далее. И, конечно, на повестку дня всегда выходит вопрос финансирования. Вот мы с вами инвестируем и так далее. В свое время, тем более сейчас, когда вы спрашиваете, что интересного, что нового, что происходит, чем мы можем помочь. Сейчас, когда такие гигантские средства уходят не на поддержание КБ, а на работу качественную, грамотную КБ, на то, что сейчас закладывается сертификационный участок. И нам важно понимать, что вы понимаете, что в тот момент, когда сейчас начнется строительство на этом участке, финансирование понадобится еще больше. И наша с вами задача, то есть одна из задач поддерживать это. Как идет финансирование проекта? Очень просто. Это краудинвестинг, краудфандинг, где вы покупаете акции, вы вкладываете свои инвестиции, и на эти деньги происходит сейчас строительство, сертификация, сертифицирование, поддержка КБ и развитие, и внедрение технологий, включая все переговорные процессы, включая все встречи, которые тоже требуют денег и так далее. И на сегодняшний день, когда я смотрела, просто наблюдала, что происходит, каков процент вложений инвестиций, сколько нас. Вот я посмотрела на сегодня даже в фонде, около 50 тысяч человек. Да когда бы эти 50 тысяч человек каждый месяц по тысяче рублей вкладывали, мы бы, наверное, уже технологию спокойно бы себе строили. Но вопрос уже к нашему уровню сознания. Если вы заметили сейчас то, что происходит, вот почему, какое счастье, что у нас не получилось тогда Жака Фреско, потому что его идея была, и он сказал об этом потом открыто, его идея была такой больше метафорической, метафизической, то есть это такая общеглобальная идея, новая телоцопия для планеты Земля. И, наконец, нашлась технология, которая полностью меняет сознание человечества, начиная развиваться изнутри наружу. Посмотрите сейчас внимательно на то, на всю корребу в целом, что сейчас происходит с политикой. Мы видим, что политика зашла в тупик. Почему? Потому что на сегодняшний день все политические деятели завязаны друг с другом и вынуждены поддерживать общее глобальное политическое направление, разрушающее человечество. Есть такое как бы табу. «Я знаю, что это плохо, но я должна поддержать тебя». И что происходит сегодня? Почему народное инвестирование, народное финансирование, краудинвестинг выходит на первое место? Потому что президенты и политики ждут, когда мы, наконец, возьмем на себя ответственность и инициативу, и тогда, опираясь на нас, они могут сказать, «Вы знаете, а моя страна поддерживает сохранение человечества, потому что мой народ за это». И эта технология уникальная, в которую мы точно так же с Ириной инвестировали, вся наша команда, которая здесь точно так же инвестировала в эту технологию, продолжаем инвестировать и показываем эту технологию вам. Она уникальна именно тем, что вы, делая заклад себе сейчас, на будущее, вы не просто делаете заклад на будущее тем, чтобы покупать акции, которые завтра, да, на сайте, если еще повторятся, там они будут стоить миллионы, миллиарды. А дело в том, что вы помогаете планетарным правительствам, помогаете себе, если вам так некомфортно слышать про планетарное, вы помогаете миру совершать мирный переход, шестой технологический уклад. Мы об этом как бы подробно рассказываем и на вебинарах, и на площадках, об этом очень подробно будет рассказано в Минске на конференции. Все, кто в Минске, пожалуйста, подключайтесь. Вы знаете, на сайте Sky Invest Group вы можете легко найти все эти входы, ссылки и так далее. И вот сейчас Людмила Филатова пишет, что каким Владимир, вот вопрос к тебе, Владимир, каким ты видишь линейные города и поселение будущего? Духовность, осознанное действие, что-то еще? Вот что в твоем понимании линейные города? — Хороший вопрос, спасибо за вопрос. Я часто задаю себе этот вопрос. Дело в том, что, как мне видится, линейный город — это, если просто вот как система, это кластер или кластер, или, скажем так, гроздь поселений, которые привязываются в хорошем смысле этого слова к трассе или к трассам. Есть скоростная трасса, она решает глобальные проблемы и грузовые, и транспортные для людей, дает возможность, и она является так называемой артерией движения, кстати, и самой энергии. Если вы знаете энергии информации, потому что сейчас в тупик встал, интернет стоит в тупике. Как передавать дальше информацию? Воздух не принимает таких объемов, не принимает, скажем, таких энергий. Единственным способом является кабель световой. И трасса — это первейший проводник или канал проведения будущего информации, не только, скажем, материальных потоков. И поэтому, отвечая на вопрос, может быть, более коротко, это система поселений, где люди живут достойно, не только живут, а осуществляют свою жизнедеятельность. И, скажем так, а в городах, и линейный город, он, скажем, символическое название имеет город. В этом серии или направлении поселений есть некий центр или центральное поселение в условно обозначенном месте, где люди осуществляют такие функции сообщества, которые необходимы. Это культурно, развлекательные, в каждом же поселении не сделаешь цирк, условно говоря, правильно? И так далее. Это дает возможность там все основные такие функции и управления, и ресурсораспределения, и обслуживания, и трудоустройства всех людей осуществлять в технополисах, в технопарках, агротехнопарках, которые будут. И на орбите, или, скажем, на периферии вот этих поселений находится еще и следующий как бы уровень это так называемый аграрный сектор, который нас кормит, который осуществляет уход за землей, за лесом, за природными ресурсами. Это и артерии, отходящие ветви к различным местам добычи ископаемых, их переработки и так далее. Уже сейчас люди вышли из городов, так называемых мегаполисов и просто полисов, да, даже маленький Таллинн, где 500, нету 500 тысяч жителей, практически в городе нету больше производства. И люди, которые находятся в больших городах сейчас, они 90%, 90%, а в некоторых городах больше, а занимаются только обслуживанием друг друга. И сидят в клетках, в которых они живут в городе. Я ничего не хочу плохого сказать им. Да, мы просто находимся в таких условиях. А поселения будущего, это и экологические, энергетические, ресурсосберегающие, по-всякому рационально расположенные, причем не какими-то там, а очень рационально расположенные по определенным правилам природы и построения Вселенной, выстроенные как бы сообщества, где люди проживают достойно в будущем. Это такой как бы общий. А погитально мы будем об этом говорить. Это нужно все выстраивать. Это люди сами строят этот город в какой-то степени. И остальные хотят, принимают, живут там. Кто не хочет, не живет, едет в другое место. Но это еще раз трасса и к ней как бы в единстве находящаяся серия поселений, которые переходят. И об этом правильно говорят Юницкий в первую очередь. Он говорит, миллионы людей могут жить вдоль трассы. Все правильно. Если надо приезжать в большие города, это не значит, что Москва или Санкт-Петербург или Минск или еще какой-то город перестанет существовать. Нет. Его функция будет перенастраиваться. И она естественным образом будет перенастраиваться. Но все правильно, как Лариса говорит, абсолютно зависит от того, готовы ли мы. Сегодня мы собрались более 500 человек и говорим об этом. Уже большой результат. Вы представляете, сколько людей сегодня настраиваются на возможности изменений. У каждого начинает возникать какая-то модель. И это как в том анекдоте, говорит, я не только представить, не то, что взять, я даже представить не могу. Поэтому сначала надо помоделировать, попредставлять, где мы хотим жить. И вот Жак Фреске, его задача была в мир показать, что можно и так жить. Он показал технологический подход к жизнеустройству будущих поселений или будущих городов. Да, это одно видение. И поэтому надо взять все хорошее, сконцентрировать и из этого построить, из этих пазлов или элементов построить модули, построить поселения. И они будут многообразны. Это не значит, что будут какие-то однотипные какие-то линии жилищ. Вот может быть коротко или даже слишком коротко или размазан маленький вопрос. Или маленький ответ. Отлично. Есть такой еще вопрос. Так, где приобрести в Москве билет на мероприятие 10-11 октября? я сбросила вам в чате ссылку регистрации на форум и там в конце вы видите, сейчас у вас на мониторе экранов выведено все это есть. Вот вопрос другой у Дмитрия. А Юнибусы собирают, про них никто не говорил. Но я думаю, что вот этот вопрос нам лучше осветят Андрей сукадой по сергей и если воловалось знать, что отлично будет. Дело в том, что мне посчастливилось уже посидеть в Юнибусе. Верене, пардон, мне места не досталось. Там 14 человек помещаются в эту модель. 10 человек стояли, я был среди них, дамы сидели и было четверо в КБ. Но это макет Юнибуса в полную величину. Он разрабатывает скоростной Юнибус, он был прикрыт тентом и его не сильно показывали. Там есть конструктивные определенные нюансы, ноу-хау, которые пока не показываются. И поэтому макеты существуют уже. И сейчас идет подготовка к строительству первых на тестовую трассу первых экземпляров. К этому все подготавливается в Беларуси. отлично. Балой, благодарю тебя. Я думаю, что мы, наверное, есть ли еще по линейным городам у кого-то вопросы? На самом деле Московский форум будет полностью посвящен в том числе и линейным городам. Что такое территория опережающего развития? Что такое вообще? Понимаете, оказалось, что человечество не понимает, как это развиваться изнутри наружу? Как может город развиваться изнутри наружу? с одной точки линейный город разворачивается из одной точки. Разворачивается планетарно. И человек не может это понять. Это будет показано в том числе и на мультимедиа. Когда-то Петр Первый сказал, здесь будет город заложен. начиналось с того, что было поселение, и туда начали строить город Санкт-Петербург. Сегодня сказать, здесь будет город заложен. Это надо построить или быть готовым строить транспортную артерию. И к ней будет приращивать или прирастать и развиваться город или поселение. Я сторонник больше не города, а говорить о том, что это кластер поселений или структура, сеть поселений. И где-то есть так называемый гордость, и нам удобно. Может быть найдут какое-то более рациональное новое название этому делу. Ведь когда-то не было крепости, поместья, усадьбы, городов не было. Когда-то давно, очень давно. А может быть мы к этому и придем. Будут поселения. Отлично, отлично. Благодарю Володя. Вот тут уже пошли такие вопросы технические. Я думаю, что пора подключаться к Сергею Сибирякову и Алексею Сокодойку. А вопрос вот какого плана? Какое расстояние в линейном городе между городскими и высокоскоростными станциями? Насколько далеко от города будут промышленные предприятия? Будут ли они стоять в стороне жилых районов и линейных городов и так далее? Это могу ответить. Я могу сказать так, что поселение вообще логика такая, что поселение, скажем, можете представить, трасса проходит, да, и вот от нее, или, скажем, в радиусе до 5-6 километров это радиус, рациональный радиус одного поселения. И, естественно, что планируется те, как бы, производства или, скажем, некие производства, причем производства, тотальных производств, уже, если вы заметите, и они уже не нужны. В мире производится столько всего, и если говорить о будущем, ближайшем будущем, это надо уже сегодня делать. Производства должны быть мобильные и модульные производства. Их можно выносить, там, все это надо проектировать, смотреть, привязывать к конкретному месту, но это будет в ареале вот этого поселения или отдельно будут в отдалении, доступном отдалении, там, до 5 километров, до 10 километров, так, чтобы пешком можно было пройти, если надо, да, вот, за один час. Это будут технопарки и технополисы, агротехнополисы, то есть места, где будет, с одной стороны, производиться какая-то продукция, с другой стороны, происходить переработка и обслуживание для себя и другим тоже наружу. То есть это будет все в ареале поселений, и где-то будут определенные такие, как бы, это все зависит от конкретного вопроса, руками трудно размахивать, надо рисовать, у меня нет сейчас возможности вам нарисовать. Вы просто не готовились к такой технической части, потому что вебинары в технических на площадке стоят из групп каждый день. Все нарисуем, все будет. более подробно на форуме я с радостью передаю слово Алексею Суходоеву, потому что у него очень интересная тема для вас, и в том числе как раз и по дорогам, и по линейным городам, и по технологиям. Алексей? Здравствуйте, дорогие друзья, очень приятно видеть больше полутысячи людей, то есть это достаточно хорошая цифра, это уже сеть. То есть тема моего выступления будет как раз сетевое построение корпораций, также вкратце затрону кризисные явления сегодняшнего дня, какой выход, и немножко своей логики и идеологии, которые я продумал, также темой выступления на московской конференции, именно международной моей, будет именно миссия и идеология компании, которую мы вам с радостью презентуем и представим. итак, собственно, для меня было очень важным вообще в этом проекте то, что в первую очередь этот проект направлен на благо, на благо всей планеты, на благо всего человечества. Те, кто умеют строить сети и знают, как это делается, наверняка понимают, что сеть можно построить быстро, эффективно и расти в геометрической прогрессии. Но очень важно, чтобы вектор был направлен именно на положительное развитие. Опять же, повторяю, желательно на положительное развитие человечества. И что для меня было основополагающим в начале развития, присоединился в феврале 2014 года, в первые сотни инвесторов нахожусь, что развитие и капитализация и вообще увеличение, улучшение качества жизни любого человека, участвующего в проекте, и не только в проекте, но и когда этот проект будет реализован всего человечества, заключается с подкреплением именно в качестве нерушимого фундамента очень серьезной технологии, которая действительно изменит жизнь всей планеты и перенесет нас новый технологический уклад. Шестой технологический уклад. На сегодняшний день мы находимся в пятом технологическом укладе, то есть это IT, интернет, телекоммуникации, чем сейчас мы с вами пользуемся. Некоторые страны даже живут в четвертом технологическом укладе. То есть это соответственно нефть, газ, которые произошли от двигателя внутреннего сгорания, основоположником и родоначальником был Генри Форд, Рокфеллер и так далее. То есть те гиганты и гиганты пятого технологического уклада, Билл Гейтс, Марк Цукерберг и так далее. Которые сейчас пожинают плоды как свои индустрии, также эти же плоды пожинают те страны, которые являлись базой и площадкой для развития данных индустриальных эпох. То есть за счет развития, серьезного развития именно промышленности, индустриализации живет на сегодняшний день Европа, живет на самом деле на сегодняшний день США, США вообще 15% ВВП всего лишь приходится на реальную производство, на реальную добавленную стоимость. И на сегодняшний день, что очень на самом деле волнует, когда задумаешься, что многие государства, США на самом деле это глубокое заблуждение, что как-то что-то произойдет с долларом, хотя это именно эпоха Бреттон-Вудской системы, по логике скоро должна будет подойти к завершению, это именно система основываемая на растащистве, которая сквозь века уже нас с вами преследует, и именно когда всеобъемлющей главной единицей в мире является доллар, все это рано или поздно будет заканчиваться. Но у США, так как там является именно печатный станок и так далее, соответственно, пострадает в меньшей степени, то есть пострадает, как это не странно звучит, Европа, пострадает Россия, и сегодня многие пользуются положением России, то есть вот недавно я был на выставке Инопром 2015, очень был удивлен, что более чем три больших стенда, это три зала, всего там 6-7 залов, занятые именно китайскими предприятиями, китайскими корпорациями, а российских корпораций, несмотря на то, что это российская выставка, становится все меньше. И даже флаг, именно российский, на большом плакате перед выставкой, он находится за китайским. И соответственно, на самом деле, спасением в этой ситуации утопания в кризисе, и я не говорю уже о снижении цены на нефть, которая неизбежно последует, мы видим именно в жесткой модернизации, в жесткой технологическом переоснащении страны, как страны, так и мира в целом, потому что на самом деле те кредитные финансовые плечи, то есть в 60-70 раз в Европе, в 11-12 раз в США, они дадут о себе знать, и давали о себе знать уже за времена Великой депрессии, за времена 2008 года, кризиса и так далее. То есть это вот такой краткий взгляд на кризисные явления. Но есть выход из этого, и выход на самом деле существует уже более 35 лет, но за все 35 лет, самое интересное, этот выход, эту дверь невозможно было открыть, потому что не было ключа, не было того единственного ключа, который Анатолий Эдуардович Веницкий обнаружил, и как действительно визионер, как человек, получающий считывающую информацию с будущего, с космоса, он решил после многих попыток общения с крупными государственными деятелями, олигархами и так далее, пойти через именно метод народного финансирования и методы народного краудинвестинга. Что для меня явилось развитием именно сети. На сегодняшний день сеть приближается, моя структура к 20 тысячам людей, и, собственно, это неизмеримо мало, и неизмеримо мало только количества людей, которые на сегодняшний день присоединились к проекту, это более 110 тысяч человек. по сравнению с тем, что мы обязательно будем все с вами делать, по сравнению с тем, что цепной реакции положительным позитивным эффектом будет охватывать всю планету. Потому что мы с вами на сегодняшний день возможно в первый раз за всю историю развития человечества корпорации делаем именно посредством народного краудинвестинга сетевое развитие корпорации. Если привести сравнение с традиционной корпорацией и сетевой, то представьте пирамиду, то есть вот пирамида и просто переверните ее вот так. То есть наоборот сеть, она разрастается, она может разрастаться бесконечно. Естественно в пределах населения Земли могу такое сравнение очень люблю привести что такое пучок лазера. То есть когда когерентные волны начинают с одинаковой частотой 10-15% когерентных волн начинается колебаться с одинаковой частотой, то возникает пучок лазера, который может лечить органы, может прожигать металл, может убивать в зависимости от того, какое применение у этого лазера будет. Так вот, собственно этот проект пошел, потому что возникли всего лишь 10 инициативных людей, менее даже 10. То есть изначально этот проект развивался с помощью Анатолия Эдуардовича Ницкого, Виктора Бабурина, Сергея Анатольевича Сибирякова, который занимается уже более 15 лет, и что меня поражает, не останавливается, не останавливается и не собирается останавливаться в развитии этого проекта, как и собственно все мы. И собственно с 10 человек все разрослось до 110 тысяч людей. То есть мы построили уже некую сеть. А теперь представьте, что у нас существует инвест-проводящая система, так называемая сеть, которую можно наложить на другую сеть. То есть есть сеть из людей, есть сеть из адресных проектов. И эти две сети совмещаются и как раз таки в виде основного критерия эффективности и результата в виде технологии, которую все мы с вами финансируем. Это именно продукт, создаваемый сетью людей под руководством генерального конструктора, генерального директора группы компаний Skyway. То есть он все как Гауди создал Барселону, именно архитектурно все проектирует, именно все вот эти технические процессы, технические моменты. У меня лично в них сомнений нет, потому что рекомендую всем, кстати, прочитать, кто не знакомился с книжкой «100 ответов на 100 вопросов», там все технические моменты просто железобетонно освещены и аргументированы. То есть я прекрасно знаю, что такое сопромат, теоретическая механика, я зачитывался этой книжкой, но на самом деле при развитии сети нет необходимости знать все технические моменты. Нужно просто передавать наши с вами эмоции. И достаточно 29 полминуты именно оповещение человека об этом проекте, что он существует. А далее человек сам принимает решение на самом деле, нужно это ему или нет. Естественно, мы знаем, что это нужно более 99% населения Земли, то есть транспорт второго уровня, это спасение, это экотранспорт, это даже у нас есть направление и концепция фитнес-транспорта, и это то, что вся планета на сегодняшний день ожидает, те вот климатические марши, те именно борьба за сохранение планеты, за предотвращение изменения климата, за сохранение именно нашей незыблемой красоты природы для будущих поколений, это огромная ценность, которую мы должны привнести в будущее. И что является ценностью для нашего проекта и таким ядром именно идеологии, то, что основной ценностью является не руководство компании, основной ценностью является каждый человек, который участвует в этом проекте. То есть даже очень часто на вебинарах задают вопросы, а что я могу конкретно сделать для этого проекта, потому что я бабушка, мне 70 лет, я студент, мне 18 лет. Да, человек конкретно и независимо от того, олигарх это, либо это бабушка, либо студент, отдельно мы как раз таки не можем решить ничего. Но именно через сетевое построение корпорации, сетевое финансирование, народный краудинвестинг мы сможем решить и уже решаем многое, что невозможно было решить более чем 35 лет. А был вопрос также про вынос промышленности за пределы города. У Анатолия Эдуарда Черницкого вообще концепция вынос промышленности в открытый космос. И от противного, от обратного именно родилась концепция струнного транспорта, который мы с вами сейчас развиваем. И собственно седьмой технологический уклад, это вынос промышленности в открытый космос, сможет профинансировать только сеть. А теперь вопрос к вам. Вы наверняка знаете, что такое дивиденды, что такое прибыль, наверняка кто-то имеет акции, акции крупных компаний, мелких компаний. И поставьте плюсик, выразите свои эмоции, если возможно было получать дивиденды через сеть, так как сетевое построение корпорации. То есть кому бы это понравилось. и вообще насколько еще более мощно стала бы развиваться эта корпорация. Еще также плюс сетевого построения корпорации, то что мы создаем уже заранее готовый спрос на нашу технологию. То есть спрос для транспортной технологии, как и для скайпа сейчас IT-технологии. Если никто не будет пользоваться скайпом, откуда скайп будет получать прибыль? Основную прибыль он получает не за счет того, что мы пользуемся скайпом, он бесплатен, а за счет дополнительных услуг. И собственно мы создаем сразу и заранее дополнительный спрос, как в виде основной ценности этого человека, то есть мы с вами и будем ездить на этом транспорте, так и подготавливаем, подогреваем рынок, чтобы профинансировав эту технологию с помощью сетевого построения корпорации, мы уже вышли на рынок сетью из адресных проектов. То есть очень-очень много встречается слова сеть, но на самом деле завершу свой монолог, выступление, тоже на самом деле сейчас родилось в голове, вспомним Моисея, то есть Моисей водил по пустыне людей 40 лет, и собственно, когда будет продемонстрировано, просертифицировано высокоскоростной транспорт, уже более 40 лет будет развиваться струнная технология Анатолия Эдуардовича Ницкого. А сейчас подумайте, если бы Моисей развивал это все через сеть, через метод рекомендаций, насколько более мощное общество он бы создал, насколько оно было бы сопротивляемо различным агрессивным условиям среды, и собственно, насколько быстрее бы это общество добилось бы своей цели. Этот вопрос я оставлю открытым. Благодарю за внимание. С вами Алексей Суходаев. Прости, пока не уходи, тут вот плюсик опиши, я не успела, это вряд ли задал вопрос. Хотели бы люди, люди бы хотели, потому что на самом деле одна из причин, почему мы обращаемся в том числе и к студентам Академии макросознания, вот вопрос, хватит ли воли у людей не красть, ведь макрообщество только развивается, потому здесь все всегда начинается развиваться изнутри наружу, это точечно. Вы знаете, вот на самом деле мало кто знает, в 2008 году был такой мировой прецедент, мировой в Ирландии. Об этом мало где пишут, у нас на сайте галактического гражданства есть целая статья. А в чем заключался? Была такая же ситуация, которая очень похоже повторяет Грецию и очень прекрасно повторяет то, что сейчас происходит вообще во всех европейских странах. В чем был прецедент? То есть люди, которые были у власти, брали высокие кредиты, кредиты на погашение процентов на кредиты и так далее. То есть те, кто крутился в банковских кругах, кто давал друг другу, передавал по кругу эти финансы, все были у дел, потому что все время все кто-то должен, мы берем тут, чтобы отдать вам, вернуть и так далее. И по факту, когда разразился кризис, местное население поставили перед фактом, что каждый житель этой страны должен будет пожизненно платить по 2000 евро и то не рассчитаться до 90 лет даже прожив. И население сказало, а мы не будем платить Международному банку, мы не брали эти кредиты и мы не должны. и где у нас, где на нас видно, на наше благосостояние, если мы это брали под себя, тогда мы должны жить совершенно по-другому. И вся страна отказалась платить. Что сделал ВТБ? Что сделал Всемирный банк? Очень просто, как обычно, волевым указом было сказано, а мы заблокируем ваши визы и мастер-карты, потому что мы владеем этим, это наша технология. Почему сейчас в России наш президент поставил задачу разработать свою собственную карту, которая не будет привязана к визе мастер-карты. Что произошло дальше? На что все население этой страны сказало? Закрывайте ваши карты, закрывайте все остальное. Все население участвовало в разработке новой конституции. Они подошли к этому ответственно. Это было выставлено на всеобщий референдум. Каждый, кто мог в своем направлении предлагал нечто совершенно уникальное. И за какой-то период, да, это потребовался период, все жители объединились, потому что понятно, когда заблокировались, что значит отключили визу и мастер-карты. Да у нас сейчас почти все средства, мы рассчитываемся посредством банковских карт, кредиток и так далее. Все было закрыто, и жители объединились. И на самом деле они победили. Вот когда мы будем делать рассылку по этому материалу, мы сбросим вам все это, и вы тоже почитаете. Так вот, технология, которая у нас сегодня предлагается для внедрения через расширение технологий, струнных технологий Юницкого, это как раз и есть технология, которая безболезненно объединяет мир и помогает безболезненно также внедряться в новому шестому технологическому укладу. И вы на сегодня часть этого. То есть это то, что было недоступно нашим родителям, то, что недоступно на сегодня многим жителям планеты, но благодаря тому, что вы здесь поддерживаете технологию, она будет доступна на самом деле, я думаю, что в ближайшее время для всего человечества вопрос выбора. И как правильно говорит Алексей Сухадоев, на что он направляет основная идея на расширение технологий, да, и в том числе через сетевой маркетинг, а как иначе. Крауд инвестинга, сетевой маркетинг, и то, что произошло в Ирландии, это тоже был сетевой маркетинг, когда люди объединились. Поэтому вопрос, как можете влиться вы, как вы работаете в этом направлении, и всего лишь какой выбор делаете вы поддержать технологии распространить, распространить материалы, интересовать людей вхождением в программу «Один гитарь земелью», это уникальная программа, которая потом линейные города там на чем же использует. Знаете, это тоже, где будем объединяться. То есть технология помогает объединяться всему человечеству. Вопрос, как вы хотите участвовать в этом. Тихая революция в Исландии, да, абсолютно, Алюна, благодарю. А вот есть вопрос, где можно купить книгу Юницкого по Skyway, это можно будет купить на конференции, и вы все это узнаете в дальнейшем. И вот, Алексей, был такой вопрос, к тебе красивый, был такой очень красивый вопрос. Так, а вот, как использовать промокод для АИ, куда его вводить? Вот я не в смысле, честно, не использую промокоды. Алексей, подскажи. А мы тебя не слышим. Промокод, это тоже, кстати, дорогие друзья, элемент сети, придумала его Ольга Шантина, наш руководитель по онлайн-образованию, и он необходим для того, чтобы люди, новички, кто посещает тот или иной вебинар, когда заинтересовались уже информацией и хотят приобрести какую-либо обучающую институционную программу в подарок, который идет в некий пакет акций, то, соответственно, на 1% больше вы сможете приобрести. Он действует до 12, если не ошибаюсь, дня. Следующего, следующего, 15 утра, следующего. для этого он и необходим. Да, добрый день. Скажите, кто вы? А я не развернула. Пожалуйста, отключите микрофон. Вот я пытаюсь понять, кто у нас так зашел, так интересно. Все, я отключила, да. Отключила. Отключила. Алексей, мы тебя не слышим. Да, и, собственно, промокод необходим для того, чтобы новички смогли воспользоваться более выгодным дисконтом на 1% больше, чем сейчас у нас имеется. То есть, это мотивация для новичков. Это создано именно как элемент, опять же, сетевого построения корпорации. Алексей, можешь ответить на такой вопрос? Можно ли наши будущие линейные города представить как смарт-города второго или какого-то иного уровня? И какое место могут занять инновации в области IT в таких городах? у нас на самом деле есть, дорогие друзья, целая концепция, смарт-концепция, так скажем. То есть, представьте, что у вас изначально есть смартфон. То есть, вот обычный смартфон, сейчас, казалось бы, это обычный телефон, не нужный. Но на этот смартфон мы устанавливаем SmartApp, это приложение. Через SmartApp мы сможем заказывать Unibus, чтобы он подошел в нужное время, в нужную точку, на нужную станцию. И, собственно, мы смогли бы переместиться в смарт-хаус. Смарт-хаус достаточно богат будет различными именно электронными техническими решениями современными, как умный дом и так далее. и из смарт-хаусов уже состоит целый город SmartCity. То есть, термин SmartCity, он появился, но у него не было логического обоснования. Вот именно вот эта цепочка логическая, она заканчивает именно вот эту концепцию SmartCity и далее это можно продолжить и SmartSite и SmartIndustry. То есть, все, что создает эту всю смарт-технологию, что является шестым технологическим укладом. Надеюсь, что понятно рассказал. Алексей, обведь, пожалуйста, на вопрос. SmartHouse это дом, в котором есть станция? Вот я сейчас, кстати, попробую. Нет, SmartHouse это не обязательно дом, в котором есть станция. Дом, в котором есть станция, может являться и анкерной доминантной опорой, которая на себя будет принимать всю нагрузку. А SmartHouse это может быть обычный дом-хаус наш на так скажем территории как раз в один гектар земли, к примеру, который мы сейчас раздаем на Дальнем Востоке по одному гектару может зарезервировать для себя так на всякий случай абсолютно каждый желающий, потому что сейчас активно развивается эта концепция и осенью будет принят закон. И, соответственно, обычный дом-хаус одноэтажное здание будет являться SmartHouse, потому что туда будут также подходить сети, там будут личные уже инвестиции. И почему называется Smart? Потому что это умный дом. То есть многие технические решения, то, что сейчас распространено, по хлопку включается свет и так далее, это Smart технология. Поэтому называют SmartHouse. Владимир, у тебя кто-то там еще по твоей ссылке включилось еще несколько человек. Поэтому я пытаюсь определить, кто у тебя там еще подключился. Не могу вычислить. На самом деле, конечно, у нас по линейным городам все же вебинар, знаете, такое как бы ограниченное пространство. Вот рекомендую очень обратить внимание на форум московский. Тем более сейчас, Алексей, подскажи, по-моему, у нас с какого числа будет только для тех, кто выполняет такую достаточно высокую программу по инвестированию, сможет купить билет. У нас уже закрыта просто продажа билетов, да, вот кто хотел купить билет просто с сайта или еще есть такая возможность? У нас есть еще такая возможность, но уже совсем скоро цена билета повысится и ближе к событию она будет достигать скорее всего даже тысячи долларов, потому что события действительно ценные и скажу по своему опыту на первую конференцию я заставил себя поехать, так как там, по словам организаторов, должен был быть Анатолий Эдуардович Мницкий. Там его не было, но как раз таки я вас могу уверить и сказать, что сейчас все договоренности установлены и Анатолий Эдуардович на московском международном форуме как раз таки будет с выступлением более двух часов, то есть даже на своих вебинарах, на некоторых он не выступал столько времени, а тут Анатолий Эдуардович будет живу и вы сможете прочувствовать эту энергетику, посмотреть на этого человека и просто послушать его, то есть те видео и так далее это все не то, что когда вы видите вживую этого человека, то заряд энергии прослеживается на год, так скажем, скажу по своему опыту. Отлично, полностью согласна. Я не понимаю, как там что-то у нас подключилось у Владимира. Какая-то ситуация такая интересная. Вот было бы очень хорошо, Сережа Собиряков, вот если ты здесь, я понимаю, у нас у Сергея сегодня было несколько конференций, он как раз вернулся с одной из них, вот они с Алексеем Сухадовым проводили конференцию в том числе и в Челябинске, уникальная конференция, уникальные люди. Сережа, буду очень рада, если ты скажешь какую-нибудь концепцию и вообще что-то благостное о том, что сегодня происходит. Спасибо. Спасибо. Ариса, да, очень приятно, конечно, сегодня, да, я сегодня только прилетел с Челябинска, мы вчера проводили большую конференцию в Челябинске, такую оффлайн, именно живую встречу. Могу сказать, что интерес, конечно, вызывает такие конференции, такие встречи очень большой. Позавчера у нас была конференция в Екатеринбурге, вот тоже очень серьезно, то есть у нас обычно конференция делится на несколько таких частей. Первая, это научно-практическая часть, где излагается концепция, излагается теория, излагаются основные направления. Вторая часть, это практическая часть, тот, кто работает уже в бизнесе, тот, кто является непосредственно уже нашими сотрудниками, то есть инвестиционные консультанты, менеджеры, которые уже работают по привлечению инвестиций, которые именно замкнуты на именно краудинвестинговую систему. И третья часть у нас обычно, это круглые столы с представителями депутатов, органов власти, общественных движений, те, которые работают именно уже в таком общественно-политическом плане. И всегда получается очень такая большая синергия по такой работе. И я могу сказать, что основной результат еще под впечатлением от этих вот поездок, могу сказать, что мы договорились и запустили и в Екатеринбурге, и в Челябинске уже непосредственные проекты на территории города и области именно с применением струнных технологий, технологий Skyway, технологии Smart Car, именно для того, чтобы уже реализовывать конкретные проекты и сейчас уже созданы инициативные группы, уже сейчас готовятся именно взаимоотношения и поддержки мэров городов и Екатеринбурга-Челябинска и губернаторов Екатеринбурга-Челябинска именно областей, именно с тем, чтобы этот проект запускать. И мы как раз здесь делаем связку такую, что краудинвестинг, то есть мы на себя берем именно инициативу создания таких проектов, потом запуск и строительство первых наиболее рисковых щей, куда не приходит бизнес, то есть когда надо построить, сделать, и потом уже инвестиционный такой проект будет очень важный, то есть мы в Челябинске такой проект назвали проект Гагарин, и это похоже будет вообще носить название целой программы вот этого легкого, вот такого больше экологического, то есть это одна-двухместные модули, в которых можно перемещаться с скоростью 100 км в час по городу, и при этом еще вырабатывать электроэнергию за счет вращения педалей, то есть это будет велотяга. Это интересное такое направление, мы его готовили просто как прогулочные и такие фитнес-направления, а тут оказалось, что в таких парковых зонах отдых это очень востребованный вещь. Это действительно оказалось интересно, новое такое направление, мы его будем двигать. И вот помимо того, что у нас развивается высокоскоростное движение и модули, которые там будут перемещаться со скоростями близких 500 км в час, это перевозка грузов, руды, угля, то есть там, где есть возможность одной трассы перевозить до 100-200 миллионов тонн. Есть система, которая развивается городского транспорта, городские юниусы. Вот, и вот сейчас добавилось еще одно направление, это такое прогулочно-туристическое фитнес-направление и оказалось, что сегодня оно востребовано наиболее активно, потому что это сегодня ну, такая очень-очень интересная ниша, которая сегодня никем не занята и которая сегодня востребована. И у нас уже нашлись партнеры, которые готовы такой проект представить и мэром городов таких, как Лондон, Париж, Амстердам, там, где сегодня идет именно направление в сторону экологии, в сторону нового транспорта, который будет второго уровня, то есть безопасный, потому что сегодня велосипед это очень опасный вид транспорта, там должны быть определенные выделенные полосы, должны быть определенные правила движения и там, где пересекаются велотрассы с пешеходными либо с автомобильными, там очень повышенные меры безопасности. Тот, кто был, допустим, в Париже, в Амстердаме, в Лондоне, они знают об этом. Вот, а сказать, чтобы этот транспорт был абсолютно безопасным, сейчас говорить очень тяжело, точнее, практически невозможно, потому что все-таки велосипед это транспорт повышенной опасности. И когда мы сейчас ставим вопрос, что велокар, или как мы его называем, то есть это транспорт второго уровня, где на опорах 3-5 метров будет находиться один рельс 5 сантиметров в диаметре и под ним будет висеть веломобиль, то есть где можно будет вращать педали и, соответственно, перемещаться. И если нет желания вращаться, вращать педали и работать, то будет ехать за счет электротяги, но тогда надо будет платить за проезд, то есть за ту электроэнергию, которую будет заряжать электродвигатель. Вот, поэтому эта концепция сегодня, она настолько принята и оказалась востребована в Европе, что мы получили буквально за несколько дней прям целый ряд предложений по рассмотрению таких проектов. То есть вот сразу же могу сказать, что мэр Друз Кеменкая, это очень хороший наш знакомый в Литве. Мы с ним давно обсуждали эти вопросы и он тут же первый высказал пожелания первые 40 километров сделать в лесной зоне вокруг города. У него там и так сейчас порядка 30 километров велодорог Друз Кеменкая. А если туда поставить такого второго уровня велотрассы, то получается, что эта система становится круглогодичной. Естественно, что это крайне востребовано, крайне интересно. Ну, я могу сказать, что я живу, допустим, в Подмосковье в 24 километрах, но бывают времена, когда я добираюсь до Москвы или обратно по 3 часа. Естественно, что я сижу в автомобиле, в котором 180 лошадиных сил, который съедает 10 литров бензина на 100 километров, а когда он стоит, ему все равно сколько, как он едет, он все равно этот бензин ест. И я еще привязан к улю максимум, что я могу это разговаривать по телефону. Я, конечно, стараюсь оптимизировать это время, чтобы разговаривать, но все равно это крайне некомфортно сидеть, дышать газом в автомобиле, я бы с большим удовольствием перемещался по транспорту второго уровня. Я когда еду по Новой Риге, смотрю столбы освещения, которые стоят, у нас сейчас построили новую дорогу и вдоль всей дороги сделали столбы освещения. Если бы еще они повесили туда трассы нашего Скайвея и по ним можно было перемещаться по такой трассе, то я бы был просто счастлив. Я бы при этом крутил педали, занимался фитнесом, потому что в ритме нашей жизни сегодня спорта просто физически не хватает. Не то, что я не хочу заниматься, у меня просто очень мало времени для того, чтобы реально уделить время физическим нагрузкам. А если совместить, как мы говорим, Скайвей, это мгновенное перемещение, то есть когда мы совмещаем несколько функций, то есть я бы с удовольствием ехал в таком эко-смарт-кар, как мы назвали эту технологию, крутил педали, при этом у меня был бы интернет, я бы спокойно разговаривал по Скайпу, крутил педали, занимался спортом и при этом выехал эти 24 километра за какие-то там 15-20 минут, а не 3 часа стоя в пробке. И это, друзья, это не какая-то отдаленная реальность, это то, что мы сегодня уже начинаем проектировать и мы надеемся в течение полугода уже приступить к строительству как минимум 5-8 таких стран, таких трасс в разных странах, в разных направлениях. Это, друзья, очень интересное направление, это то, что сегодня такое новое возникает движение и это как раз то, что инициировал наша группа, именно Transnet Group, это группа директоров, которая сегодня активно собралась вокруг концепции Skyway, то есть мы полтора года провели назад первую конференцию, потом собрали людей, то есть вот год назад подключилась Лариса, Ирина, Володя Маслов, Алексей Суходуев немножко раньше, то есть и сегодня это уже активные директора направления, то, которое сегодня двигает эту теорию, и не то, что теорию, а уже эту всю систему, и мы как раз не зря назвали, у нас основной лозунг, видите, вот за моей спиной написано, мы объединяем мир, это то, что действительно сегодня создает новую систему, и мы не движем, работаем против кого-то, мы ни с кем не конфликтуем, мы наоборот мы даем систему, которая нужна 99% и она абсолютно касается разного аспекта людей, то есть есть сегодня участки на земле, где мы очень много обсуждаем, допустим, в Вьетнаме, Ханой, Хаши Мин, расстояние тысячи километров, там живет 120 миллионов человек, там миллион пассажиров трафик в сутки, и там абсолютно нет никакого такого сквозного, безопасного, комфортного движения, вот, что может дать Skyway. Есть сегодня направления, допустим, как в Сибири, на Дальнем Востоке, восточная и западная Сибирь, где вечная мерзлота, где болото, где населенные пункты разбросаны на большие расстояния, и общаться тоже очень тяжело или очень дорого стоит коммуникации. Есть сегодня еще одна проблема, порожденная нашей цивилизацией, это пробки в городах, это загазованность, и это все, друзья, порождение того технологического уклада, той, скажем так, продукты, той системы, в которой мы сегодня живем, которая сегодня обстроена. Я буквально в трех словах дам то направление, это мы с Алексеем эти вот такие, такого рода вебинары и систему ведем каждую среду, вот. Так как сегодня все-таки такая аудитория, у нас не каждый вебинар по 500 человек, у нас все-таки с Алексеем по вебинарам поскромнее, у нас в среднем где-то 270-300 человек каждую неделю, и мы ведем два вебинара, один в 13 часов в среду для Сибири и Дальнего Востока, второй в 20 часов для Европейской части, вот. И мы как раз рассматриваем экономические вопросы, поэтому, друзья, я могу вам просто в трех словах объяснить, чтобы вы понимали, почему время технологии сегодня пришло и избежать этого невозможно, и почему мы говорим то, что сегодня есть, это является основой того, что будет происходить в ближайшей технике, экономике, вообще той экогенной, то есть мы с Ларисой в прошлом году, когда в июле, наверное, проводили конференцию в Санкт-Петербурге, именно экологическую конференцию, и мы технологию SkyWay дали новое название, это название абсолютно принципиально новое, которое показывает суть технологии, это экогенная технология, то есть не техногенная, которая делает техническое давление на природу, на окружающую среду, на нас с вами, и мы платим за это, мы платим некачественной водой, которую мы пьем, мы платим некачественными продуктами, которые мы потребляем, мы платим некачественным воздухом, которым мы дышим, в конце концов, мы платим качеством своего здоровья и качеством их продолжительности жизни, потому что жить можно какое-то время, но при этом, если это больная, некачественная жизнь, то это, соответственно, тоже плата. Соответственно, экогенная технология, она решает эти проблемы. Сегодня, за то, чтобы перемещаться в автомобиле, мы сжигаем сегодня человечеством 2,5 миллиарда тонн нефтепродуктов, выбрасываем их в природу, потом сами же это дышим, это все попадает в воздух, это попадает в продукты, это плата за то, что мы это делаем, это плата за то, что мы пользуемся автомобилем. И цивилизация сегодня не готова отказаться от автомобилей, она не готова отказаться от газового и парового отопления, она не готова сегодня отказаться от того, чтобы у нас в каждом доме, в каждой машине был кондиционер, то есть мы привыкли к комфорту. И за все это сегодня приходится платить. И это все то, к чему мы сегодня подошли, это все наследие 20 века. И 20 век это как раз, как мы называем, четвертый технологический уклад, если говорить о терминологии. Это Николай Кондратьев еще в начале 20 века ввел теорию длинных волн, экономических волн. То есть он ввел понятие, что одна эпоха не может походить на другую, потому что цивилизация накапливает знания, получает новые технологии. И исходя из этих технологий нельзя сравнивать эпохи. Нельзя сравнивать эпоху электродвигателя, паровой машины, нельзя сравнивать эпоху Петра Первого, Наполеона и соответственно уже войн 20 века, потому что это все разные эпохи. И это определяет технологии. Как раз Кондратьев ввел понятие длинных волн и всю цивилизацию разложил на экономический, технологический цикл. И потом эту теорию активно развивал наш советский уже академик Якименко. А сегодня до уровня уже экономического признания в техническом, экономическом и научном мире ее довел российский академик Сергей Юрьевич Глазев. Он член академии Российской академии наук, он советник президента по евразийским вопросам. И он член международной академии именно с точки зрения экономического, теоретического развития. И мы абсолютно сегодня опираемся на тот аппарат, который он ввел, всю терминологию, которая есть. Но сразу могу сказать, что мы принципиально в научном плане с ним разошлись последние три года, когда стали обсуждать и делать шестой технологический уклад. Так вот, друзья, что такое технологические уклады? Я очень много об этом говорю. И спорить, друзья, ну, это просто бесполезно на уровне здравого смысла. То есть сегодня мы живем на эпохе перемены пятого и шестого технологического уклада. Пятый уклад – это вся эра интернета, примерно с 90-91 года. Соответственно, вот эти вот 25 лет, которые сейчас прошли, это все эпоха развития интернета. То есть это все, что связано с сбором, обработкой, передачей, использованием, хранением информации. Это интернет. И это все, что дала технология кремниевых интегральных микросхем, которые позволили собрать миллиарды микроустройств, которые через систему программирования увязаны в единую среду. И все это мы знаем сегодня интернетом. С экономической точки зрения, это самый крупный в мире бизнес. То есть это приближается к 7 триллионам долларов из 63 триллионов мировой экономики. То есть это довольно-таки существенный рынок, намного больше, чем рынок нефти, газа, строительства. Наверное, он соизмерим только с рынком продуктов, которые потребляет человечество каждый день. Соответственно, трудно отрицать, что сегодня наш мир изменился именно благодаря интернету. И люди, особенно поколения за 45 лет, которым сегодня, то есть которые в сознательную жизнь, особенно инженерную жизнь, особенно те, кто помнит термин «сдался промат, может жениться». Кстати, это неудивительно. Я сейчас говорю, ко мне подошла студентка технического вуза, буквально вчера на конференции сказала, а скажите, почему вы говорите «сдался промат, может жениться». Вот мы сегодня изучаем сопромат, но мы такого термина уже не знаем. То есть они уже не понимают, что такое держать в голове таблицы там с несколькими тысячами коэффициентов. И ты понимаешь, что если ты перед экзаменами за три недели хотя бы чуть-чуть расслабился, то ты это просто в голове не вспомнишь. Они сегодня учатся, делают и работают совсем по другим методикам. Так вот, друзья, технология, кремния технология программирования позволила создать пятый уклад. И мы сегодня в нем живем, и мы уже привыкли к скайпу, мы привыкли к тому, что мой пятилетний сынишка буквально перед конференцией общается со мной со скайпом, общается с бабушкой, которая живет в Алтайском крае. Он сам голосом может вызывать, сам заканчивает себе мультики. И такой термин, вот если бы вы в 90-м году, мы сейчас с вами вели вот такую конференцию, представляете, у нас в 90-м году есть возможность, сидя каждый перед телевизором, вот так вот 500 человек из разных стран, есть возможность пообщаться. Ну, это я утрирую, конечно, вы сами представьте, в 90-м году, чтобы у нас была возможность 490 человек из десятка стран мира пообщаться одновременно в таком режиме. Вот представьте, что у нас была такая возможность, и вы слышите от своего сынишка, он говорит, папа, я вот сегодня общался со своим одногруппником из Испании, он там мне прислал свои фотки, я там переслал ему, там, я сегодня рыбу классную видел, там, тоже он может там на южном побережье. Вот они обсуждаются, но мысль о том, что это одногруппник по детскому саду и даже не старшей группы, она несколько начинает удораживать, то есть это даже сейчас непривычно, а представьте, это 30 лет назад. Так вот, друзья, это то, что мы с вами живем, эта технологическая революция произошла, и мы к этому все привыкли, мы в этой системе живем, вот, и это сегодня абсолютно нормальная система. Поэтому по этой классификации, и самое главное, что если сказать, что наша жизнь не изменилась, то я, друзья, нисколько не поверю, потому что она изменилась радикально. И пятый технологический уклад, интернет, как мы его называем, наш младший брат, он, соответственно, изменил. Теперь, если буквально в трех словах, четвертый технологический уклад, если вы видите обратным счетом, это весь 20 век, это двигатель внутреннего сгорания, это нефть, то есть это связка нефть и доллар, и это то, что сегодня, тоже сказать, что если двигатель внутреннего сгорания, авиация, космонавтика не изменила наш мир, то это тоже ничего, я просто в это не поверю, потому что это действительно изменение. Причем самое интересное, что когда вошел четвертый технологический уклад, когда основным ресурсом стала нефть и контроль над нефтью, финансовый инструмент в виде доллара, который имитировали Соединенные Штаты, доминировали весь 20 век, то в начале 20 века произошло серьезное изменение в политической системе, рухнуло 4 основные империи, это Российская, Османская, Осровенгерская, чуть позже Британская империя. Поэтому, друзья, эти изменения всегда по теории и Глазева, и Кондратьева, что смена технологических укладов всегда ведет за собой смену социально-общественных отношений. И это очень значимо сейчас понимать, потому что действительно сегодня подошло время укладов, но это я сейчас чуть-чуть позже об этом скажу. Третий уклад, друзья, чтобы мы понимали, это электричество, и опять же абсолютно, если мне кто-то скажет, что с входом электричества наша жизнь не изменилась, я просто не поверю, потому что жизнь и эпоха до электричества и после электричества, это разная цивилизация, это разная экономика, это разные ВВП, это разные потребительские качества, которые дают нашу жизнь, то есть жизнь поменялась радикально. До электричества также радикально изменила нашу жизнь эта паровая машина, это, собственно, сам пароход, который появился, паровоз, это паровые молоты, это крупные индустриальные уже гиганты, которые стали к тому времени, это появление таких отраслей, как горно-рудные, то есть добыча угля, добыча руды, медиплавильная система, которая изменила, то есть, соответственно, идет изменение в военном деле, идет опять же формирование финансовой системы, вот, ну и если перед этим, как мы говорили уже, первый технологический уклад, то есть Кондратьев вводит дату примерно 1770 год, это возникновение первых текстильных фабрик, то есть первое промышленное производство, которое изменило ручной уклад и именно цивилизацию поставило на индустриальную систему развития, с которой мы сегодня сойти уже не можем, то есть это тот путь, на который мы встали, и дальше он только ускоряется, у нас только возникают новые технологии, новые системы, и эта спираль, как вы понимаете, она все накручивается, и мы получаем все больше блага, которые дает цивилизация, ну, как я уже сказал, плата за это как раз это качеством жизни, качеством здоровья, которому мы за это отвечаем. Теперь то, к чему мы сегодня подошли, то есть, почему мы разошлись с Сергеем Юрьевичем Глазиевым именно в концепции того же, что является шестой технологический уклад. Сергей Юрьевич, подведя всю эту классификацию, блестяще, введя такие понятия, как эмбрионное ситоватое положение технологии, когда она зарождается, развивается, потом, когда она начинает входить, потом, когда она начинает доминировать, потом, когда она начинает уже затухать и уходить, это тоже все жизненный цикл технологий. Соответственно, очень интересно, всех интересует прошлое в плане анализа, но только для того, чтобы понять, а что будет в будущем. Соответственно, вопрос, что будущего, и всегда будущее интересовало всех многих, поэтому так всегда ценились все пророки, все ценились предсказатели, потому что всегда людям необходимо знать, что будет дальше, но не всегда это получается. Так вот, я как раз занимаюсь наукой, которая называется макроэкономическим прогнозом, и исходя из той инженерной научной школы, которую дал инженер Юницкий, то есть исходя из тех концепций, тенденций, которые он заложил, дал и рассчитал, позволяет несколько заглянуть, здесь неправильно сказать, а именно рассчитать то, что будет дальше происходить. И я вот последние 20 лет, а 15 лет особенно, занимаюсь именно этим вопросом, и могу сказать, что концепция транспорта, концепция освоения новых территорий, новых месторождений, и именно создание новой транспортной коммуникационной системы второго уния, транснет, это новый термин, который была наша научная школа, что сегодня за пятым технологическим укладом интернет приходит шестой технологический уклад, основным которым является транснет. И здесь мы разошлись с Сергеем Юрьевичем Глазьим, потому что он дал основное, именно ядро, им же введенный термин, ядро технологического уклада, он утверждал, что нано-биотехнологии и нано-фотоника, это то, что сегодня станет ядром уклада. И туда действительно инвестированы за последнее время огромные средства, но что-то я не вижу, что нано-корпорация Чубайса может качественно изменить нашу с вами жизнь, каждого из нас. А ядро технологии в том и заключается, что оно касается 99% людей, которые живут сегодня на Земле. То есть интернет, он изменил жизнь каждого. Если есть еще уникумы, которые не пользуются мобильной связью или сегодня интернетом, это, во-первых, единицы, а во-вторых, это больше сегодня отклонение от нормы, чем нормы. Соответственно, сегодня я не могу из этого плана утверждать, что нано-технологии сегодня нас всех коснулись, и что они качественно изменили жизнь. А с учетом, что запрос времени сегодня очень жесткий, что сегодня русская цивилизация, сегодня русский мир опять в очередной раз, я уже не знаю, Ларис, меня может быть поправят, в какой раз мы в очередной раз стоим в конфликтах со всем западным миром, то есть так называемой нам большевизмой цивилизацией. И как раз мы пытаемся понять и сказать, что, друзья, давайте конфликтовать перестанем, давайте объединяться. И в этом плане, вот тот конфликт, который сегодня, не буду анализировать, кто и как сегодня из-за, но мы сегодня видим, что экономическая система, которая есть в России, которая есть на евразийском пространстве, она сегодня находится в очень серьезном положении, ее сегодня очень серьезно испытывают на живучести, весь вопрос, выживет она или нет, этот покажет время, вот здесь вот как раз ни один прогнозист, наверное, ответить не может. Но, друзья, что, исходя из этого, наше направление, наша школа сегодня делает? У нас есть четкое представление, четкое видение, и мы это сегодня делаем. Вот мы в октябре проводим форум, именно это два года программы Skyway, это год нашей группе Skyway Invest Group, где мы подводим итог, что, друзья, мы за год собрали коллектив директоров, которые, каждый отвечая за свое направление, создали краудинвестинговую систему, которая позволила объединить 110 тысяч человек, аккумулировать инвестиции, направить их целевым образом на строительство демонстрационных полигонов, создание конструкторского бюро, и мы сегодня реально видим развивающуюся технологию, что вот мы с Ларисой, Ирой, и Лешей, и Олдемасловым, мы все уже на закладку первого камня, и мы еще объединили эту вещь, мы сделали послание будущим поколениям, именно как те, кто создает и запускает эту систему. А она сегодня запускается именно благодаря нам, именно благодаря той системе, которая создана, которая позволяет сегодня работать конструкторскому бюро Юницкого, которая позволяет сегодня работать всем инженерам, которая позволяет сегодня заказывать оборудование на производстве, изготавливать необходимые агрегаты и собирать все это на полигоне, для того, чтобы показывать, демонстрировать именно готовую технологию, которая нужна сегодня на рынке. Так вот, друзья, этот год показал, что эта система создана, она работает, она может ставить цели и задачи, может решаться. И сегодня в связи с тем, что строительство в поле начинается, оно начинает активно расти, соответственно, резко увеличивается объем инвестиций. И мы эти задачи как раз можем решать. Так вот, друзья, завершая свою часть и ту задачу, которую передо мной ставили, я хотел донести, что то, что сегодня делается, это абсолютно естественный процесс, который идет развитием цивилизации, развитием технологии. Другое дело, что каждый уровень новой технологии, он дает новое требование. И сегодня требование экологии, требование качества жизни, требование продолжительности, комфортности жизни, оно имеет ни в чем. И поэтому мы можем сказать, что Skyway, что сегодня Transnet и то, что мы сегодня делаем, это технология нового поколения, именно экогенная технология, которая будет, первое, выводить цивилизацию на новый уровень, и второе, будет решать те проблемы, которые нам накопило техногенной реализацией. Мы готовы к этому решению, потому что каждый шаг, который мы будем делать, он, соответственно, будет уменьшать давление, увеличивать профиль жизни, и он, соответственно, будет увеличивать наше с вами пребывание на земле, которое мы сегодня осуществляем, делать более качественным и комфортным. Дальше Алексей тоже уже упоминал сегодня вопрос, что так как мы начали работать над шестым укладом, мы уже стал вопросом, что мы с вами седьмой, следующий экологический уклад, и как раз инженерная школа, которую развивает инженер-юнист, ответы тоже на это дает. В этом мы сделаем следующий этап работы, и мы с вами дальше об этом будем говорить, и, соответственно, об этом, скажем так, ждать. Поэтому здесь я могу сказать, что сообщество, и люди, которые собираются сегодня вокруг Ларисы Артамонова, вокруг Ирины Волковой, Володи Маслова, это сегодня неординарные люди, это люди, которые задумываются о качестве жизни сегодня, о значении, о том, что произведено каждому, о тех целях, задачах, которые стоят перед человеком, перед семьей, перед обществом, перед человечеством. Я могу сказать, не так много людей, которые не знают на эти вопросы. И, соответственно, почему и вас сегодня очень много сторонников нашей системы, почему Лариса и сама пришла к нам, и, соответственно, что-то там сильно шумит. Там микрофон, друзья, выключили. Микрофон, и в эфир шумите. Так, все. Это вот как раз Ларис Цитрикс, чем отличается у нас, так сказать, тем, как бы это... Потому что у нас в комнате не такое качество, но зато таких вещей нельзя. Так вот, друзья... Главное привет по дисциплине. Главное, что в чате пишут, Сергей, ты лучший, мы тебя любим. Ра-ля-ля, все хорошо. Это уже... Просто, друзья, выступать сейчас приходится очень много, аудиторий очень много. Востребованность, то, что мы сегодня делаем, просто колоссальная. Потому что, вот я говорю, общаясь вживую, вот я просто вижу, насколько людям надо то, что мы делаем. Почему надо? Все хотят видеть будущее. Сейчас стоит вопрос о том, что... Скажите нам, что будет. То есть, вот как сегодня Миша Делягин, Миша Хайзин, да или тот же там уже Глазев, который выступает сегодня, его без слез сегодня слушать уже невозможно. Который рассказывает о том коллапсе, который нас ждет, о тех противоречиях, которые есть. И каждый пытается рассказать страшилку, одну более страшную, с другой, что у нас сегодня ждет. Да, друзья, из здравого смысла все сегодня понимают, что ту экономику, ту систему управления, ту систему взаимоотношений общества и управления, которую создали, это ничем хорошим закончится. То есть, те люди, которые сегодня абсолютно не несут ответственности за принятие решений, вот, Ларис, про Газпром сколько мы с тобой говорили, строили, 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 сначала Южный поток, потом Турецкий поток, бухали туда сколько там, 15 миллиардов долларов, а мы говорим, а закрыли. Все, закончился поток. Не получилось. Деньги потратили, так сказать, а заранее подумать нельзя было, нет? Ну, это другой вопрос. Это не для тех людей, про кого мы сейчас говорим. Думать – это не их работа. Вот, поэтому вопрос сейчас стоит в чем? Что мы строим, и самое главное, что Алексей сегодня говорил, а это как раз вот талантливый парень, молодой, который пришел к нам в проект полтора года назад, просто сначала как энтузиаст, потом как инвестор, потом как именно менеджер. А теперь это один из ключевых директоров, и я могу сказать, что сегодня очень многие решения по развитию проекта принимаются уже именно с его участием и с участием людей, которые пришли, такие же, как он, и это является как раз коллективным образом управления, и Лариса тоже входит у нас в совет директоров. Это как раз тот орган, который сегодня вырабатывает решения и движется по направлению. Так вот, вопрос сегодня стоит в чем? Что у нас есть уникальные возможности, почему, несмотря на те экономические сложности, технологические сложности, я вижу проблемы, которые нас ожидают. Поверьте мне, что я довольно-таки грамотный экономист, прогнозист, и я понимаю, что ожидают. Но то, что мы сегодня развиваем, то, что мы сегодня делаем, то, что мы сегодня объединяемся и создаем, это абсолютно четко дает утверждение, что мы как раз и есть тот выход, который сегодня решит экономическую ситуацию. Они сегодня говорят, у них экономика рушится, они говорят, ребят, да вы нам не мешайте, мы через три года удвоим ВВП страны, потом в пять раз увеличим, а через восемь увеличим в десять раз ВВП. Задает вопрос, а за чего? И когда кто ходит на наши вебинары, друзья, мы все это рассказываем, у нас это не какие-то иллюзии. Мы четко раскладываем, показываем и рассказываем именно экономические выкладки, почему это будет происходить. И когда я встречаюсь с властьимущими, они там говорят, что будет, как. Я говорю, друзья, вот если вы нам мешать не будете, нас сегодня 110 тысяч человек, к октябрю у нас будет 500 тысяч человек, к концу года будет миллион. И, друзья, мы обладаем настолько ресурсом, нам от вас не надо ничего. У нас своих денег достаточно для того, чтобы строить, делать, осваивать, запускать новые месторождения и так далее. Поэтому, друзья, вот сейчас возникает очень интересная система, когда те, кто думает о том... Вот, кстати, Сереж, перебью тебя. А расскажи о важности вот этого программы «Один гектар земли». Почему нам важно, чтобы людей это было больше? То есть даже не факт сами инвестиции, а действительно как бы двигает все массы, массы. Ну тут-то, друзья, просто по одному гектару земли я могу сказать, что это крайне важно. И это первый вот такой проект, когда правительство неожиданно для нас делает, причем более того, вот мы вчера на конференции, я когда очень подробно... Это точка входа, точка входа в реализацию. То есть сейчас я вам скажу такую фразу, которую поймете, скорее всего, только вы, кто находится в этой аудитории. Они сделали эту систему, этот закон для раздачи земли для нас, хотя они о нашем существовании даже не догадываются. Потому что если бы нашего проекта не было, то этот гектар земли на Дальнем Востоке, это была бы профанация. То есть они бы продекларировали, дали бы этот закон. Может быть, несколько сот человек воспользовалось этим законом, потому что в радиусе 10 километров нельзя получать землю от Благовещенска, то есть от любого города. Я задаю вопрос, ребят, вы когда-нибудь 10 километров от Благовещенска бывали? Вот я там, или еще от какого-нибудь города, от Беребиджана. 10 километров. Бывали? А я бывал. Так вот я могу сказать, что там жить невозможно. Вы там возьмете гектар земли и что? Вы там будете жить в своем чуме и заниматься охотой? То есть это, друзья, профанация, или что вы там будете осваивать в километре? Причем логика же такая, там где инфраструктура, там земля не дается. И когда мы, чтобы было понятно, сейчас через наше потребительское общество, через наш актив, когда мы говорим, что вы можете заявиться, и мы заявляемся на землю, которая находится на юге Двы, границы с Красноярским краем, откройте карту, посмотрите, где это находится. Это находится в тысячи километрах от ближайшей коммуникации, электростанции и так далее. И когда мне задают вопрос, а зачем вам там эта земля нужна? Я говорю, друзья, вот нам она нужна, и мы знаем зачем. И более того, мы знаем, почему кто придет и получит землю через нашу программу, то есть получит землю там, где мы покажем, где пройдут линейные города, эта земля будет самой дорогой на евразийском пространстве. А если вы даже возьмете в 100 километрах от этой дороги, от этой системы, эта земля как стоила ноль, так и будет стоить ноль. Она капитализируется только потому, что по ней пройдет наш линейный город. А вот где пройдет и по какой логике пройдет линейный город, это знаем только мы. И как раз вот Володя здесь очень серьезно рассказывал, показывал про вот эти линейные города, линейные поселения. Вот. Это очень серьезная такая экономическая концепция, не буду на ней сейчас останавливаться. Приходите на наши вебинары, это как говорится, извини, чуть-чуть за промоушен, но в то же время, чтобы сжать время, что у кого интересуют эти вопросы и кто еще не знал, приходите, мы с Алексеем все это рассказываем, делаем, у нас прям целые тематические направления есть. Потому что в двух словах об этом, к сожалению, не слышно. Сейчас, подожди-ка, у меня тут что-то подключилось. Вот. Ну все, друзья, на этом я, наверное, больше не буду вашего внимания держать. Смотрите, что действительно мы все вместе занимаемся очень важным большим делом. Настолько важным, что я могу сказать, что только благодаря нашей работе сохранится в конце концов государство, что государство России и евразийское пространство будет самым процветающим страной и территорией сегодня в 21 веке, что каждый из нас увидит очень серьезные плоды той работы, которую мы делаем. И это только потому, что у нас появилась возможность объединиться вокруг технологии, объединиться вокруг людей, которые сегодня двигают эти вопросы, как говорится, Ирина там. И многие из вас встречались на конференциях в Москве, я выступал на ваших конференциях, вы были все на наших конференциях. Я могу сказать, что эта работа очень важная. И мы, объединяя мир, а это я уже могу сказать, мы объединяем мир, это результат нашим с Алексеем таких много итерационных расчетов, скажем, по движению, и мы пришли к фразе, которая более качественно воплощает то, что мы делаем. А Лариса, мы с ней общались, она добавила еще одну очень корректную вещь в эту вещь, что объединять это наша работа. Так вот, друзья, я могу сказать, что в этой работе занимаемся каждый день, результаты есть очень серьезные. И дальше я могу сказать, что по мере того, я обычно этим заканчиваю, что, друзья, нас ждут очень серьезные времена, ждут очень сложные времена. И если бы мы с вами то, что не делали, я бы не видел сегодня перспективы. А исходя с того, что мы делаем, у нас родился очень интересный термин. Вот с Алексеем мы ведем вебинары, это понятие народный экономический ковчег. То есть то, что мы сегодня делаем, это то, что проплывет и переплывет те проблемы, которые создаем не мы, а которые создают нам. И соответственно, так как мы все люди все-таки, скажем, ну так, чуть-чуть повышенного сознания, им опаситься надо по всем этим проблемам несколько спокойно. Мы все это переживем, сделаем. А тот, кто сегодня еще и знаком с теорией шестых укладов, транснета и соответственно понимает, что чуть-чуть расширенное сознание позволяет на все это смотреть абсолютно спокойно. А тот, кто еще и купил себе билет на экономический ковчег, тот еще и может рассчитывать на то, что венчурные инвестиции будут, к ним прилагаются очень высокие премии, потому что в этом логика венчурного инвестирования. Кто первый вошел, когда еще всем непонятно и все считают, что это полная елда, соответственно, вы понимаете о том, что это будет, соответственно, очень хорошая прибыль и премия в будущем. Ну все, Лариса, на этом я свое выступление заканчиваю. Если есть какие-то вопросы, то ты можешь их мне транслировать, потому что я чат не смотрел, это отвлекает. Я просто как дядя тут покажу, что вопросов много, я сейчас вопросов, слушай, я не успеваю. А оказывается, что у вас есть какие-то, которые надо ответить, можешь задать. Если нет, то у нас такая связь. Есть такой очень интересный вопрос. Если мы говорим все о личных юнибусах, насколько это согласуется, сейчас прямо даже найду этот вопрос, он такой был необычный, то как это согласуется вообще со всем, потому что мы не можем уже купить нам свою дрезину, свой личный какой-то там, как сказать, вагон в СВ и так далее. То есть как вот эта концепция на самом деле практически применима, что я вот беру Ларису и покупаю свой личный юнибус. Ларибус. Помнишь, как мы смеялись? Ларибус, Сергей Бус. Я задал вопрос, а зачем? Зачем? Поставить в огороде его, что ли? Нет, ну так. Может быть, я поеду в Сергей Бусс или где-то. Смотрите, я тогда буквально в двух словах объясню саму концепцию, как будет дальше это развиваться и делаться. То есть логика линейных городов, это позволяет говорить о том, что большие скорости со скоростью 500 км в час, это значит, можно перемещаться за 2-3 часа на несколько тысяч километров. Соответственно, если стоят вот эти станции, как мы их называем, смарт-хаусы, на расстоянии 5-10-20 км, то за считанные минуты их проезжаешь. И вокруг них будет формироваться деловая жизнь. То есть это офисные здания, административные здания, образовательные, там, где надо людям собираться вместе. А как вот Володя уже говорил, именно расселение в округе, это будет в радиусе каждой станции, километр, 2-5-10, ну где-то до 30 км в округе. И по сути дела личное транспортное средство вам надо только для того, чтобы от вашего дома доехать до этой станции, дальше пересесть в скоростной состав и уехать в любую точку земли. Скоростной состав, да, они будут разного форма комфортности. То есть, вот как вы видели, вот эти юни-леты или автолеты, то есть скоростные, где со скоростью 500 км в час, они могут быть индивидуальные. То есть у вас может быть 9 или 10 квадратных метров вашей индивидуальной площади. У вас там может стоять джакузи, кабинет там еще, вы берете, естественно, вы платите за это. Это может быть 20-ти местный модуль, где едет одновременно 20 человек в отдельных купе и так далее, и так далее. Это логика большого быстрого перемещения. А переместиться от своего дома, который находится в 30 км у вас на берегу озера, и у вас там собственный гектар земли, на котором вы живете, то как раз вот этот небольшой, как мы его называем, эко-смарт-кар, то есть это небольшой электромобиль, который подвешен на 5-сантиметровый трос, вот на нем вы просто приедете со скоростью 100 км в час за 15-20 минут до этой станции. Дальше он будет стоять на стоянке, либо сам в автоматическом режиме уедет к себе домой, а вы, соответственно, когда вернетесь, то через смартфон вы его обратно вызовете и приедет ваш смарт-карт. Вот и все, так сказать, через смарт-ап-приложение, как Алексей вам уже это все говорил. Поэтому, друзья, это все абсолютно развитие следующей сети, которая втягивает в себя все преимущества, которые есть. То есть это такой же гаджет, как и сегодня смартфон, только он дает новое качество перемещения, которое сегодня крайне необходимо. Вот и все. – Сереж, а вот еще есть один такой вопрос, что о налоге на один гектар земли сразу надо будет оплачивать или по заселению, поселению? – Нет, конечно, друзья. Значит, ни о каких налогах здесь быть вопрос не может. Налог сегодня, чтобы вы понимали саму логику, которую заложил Путин и Четрутник потом ее озвучивал, в эту землю. Это земля – это инвестиционный ресурс. По сути, вот вы поймите там, что это земля для нас, вот для нашей программы. То есть они нам говорят, друзья, есть земля 110 миллионов квадратных километров. Это сегодня Российская Федерация. Она освоена всего на полтора процента. Вот он говорит, берите землю где хотите, но только вы ее осваиваете. И сегодня для того, так как сегодня геополитически очень важно осваивать Восточную Сибирь и Дальний Восток, он говорит, ну давайте с этой земли начнем. А дальше, в принципе, будем давать и в других местах. Но если это Сибирь, то это в 50 километрах от мегаполиса. Если это Дальний Восток, то это в 10 километрах. И второе, чтобы там не было коммуникаций и чтобы там не было никаких стратегических месторождений. Поэтому, когда вы берете это как инвестиционный ресурс, одно требование, чтобы в течение пяти лет вы начали осваивать эту землю. И вот здесь как раз ту программу, которую мы делаем, те сотни тысяч людей, которые придут к нам и возьмут этот гектар и который будет именно вдоль той трассы, то мы проектируя, испытывая, а потом строя эти трассы, мы как раз все требования закона выполняем. То есть каждый, кто вошел в нашу программу, получил гектар земли и соответственно именно там, где проходит трасса, то он будет осваивать эту землю. А дальше логика закона такая, что как только вы ее освоили, она переходит к вам в собственность. Вот когда вы ее будете продавать по рыночной цене, вот тогда вы с нее заплатите налог. Но это разумно. Потому что пока вы ее не продаете, пока она стоит ноль, какой-нибудь налог вы с него можете платить. Как только она будет стоить определенную сумму и вы будете ее продавать, вот тогда надо платить налоги. Ну как говорила бабушка моя, знаете, дай бог нам дожить до этих проблем. Когда ту землю, которую мы с вами получим, она будет стоить примерно как земля где-нибудь в центре Екатеринбурга. Вот соответственно, когда я захочу свой гектар продать, из него надо будет заплатить налог, ну наверное, я с большим удовольствием этот налог заплачу. Сереж, а вот есть вопрос, это программа «Один гектар» только для жителей Российской Федерации? Да, те законодатели, которые сегодня все это делают, причем абсурд и бред с этим законом, то есть там одни из деятелей Госдумы, особенно из «Справедливой России», вот этот их деятель, Миронов, он договорился до того, что эту землю надо выдавать как заслугу перед Отечеством. То есть если вы приехали, там что-то сделали, проживаете, там у вас есть какие-то, тогда вы получаете гектар земли. Если у вас заслуг нет, вы получить не можете. Сама логика, это сегодня логика, которую в свое время брал Столыпин, когда осваивал Сибирь. Он говорит, друзья, берите землю сколько хотите, там давали до 40 гектар, в свое время, нет, до 6 гектар при Столыпине давали, еще и платили за каждый там построенный дом, там еще, так сказать, давали определенные. Это та логика, как была в освоении Дикого Запада, когда каждый желающий мог приехать с Европы, неважно кто он там был, преступник, не преступник, но приехать и получить 40 гектар земли в Штатах, именно для того, чтобы ее осваивать. Одно требование было, эту землю надо осваивать. И таким образом они заселили весь Дикий Запад. Сегодня задача такая же, взять эту землю, чтобы она осваивалась. И мы как раз берем, когда мы будем брать в Тыве, в Красноярском крае, в Алтае, в Бурятии, от Байкала до границы с Китаем, что дальше в Шанхай. Мы знаем, зачем мы берем эту землю. Это будут линейные города, вдоль которых будут идти трассы, по которым мы будем возить сибирскую воду и сибирский холод и зарабатывать деньги больше, чем все нефтяные страны вместе взятые. И вот на эту прибыль мы будем как раз строить новые города, в которых будет новая социальная сфера, новая система образования, новая система обучения, вообще новый жизнеуклад. Но при этом, друзья, не надо забывать, что при этом будет еще прежде всего и новая экономика, которая будет сама себя кормить. Вот с этого надо начинать. Сережа, вот еще есть вопрос, что личный юниилет с автоматическим управлением, если кто-то внесет туда какие-то изменения, возможно, катастрофа. Если система автоведения не будет управлять, личным юнибусом, например, ее владелец отключит. Возможно, катастрофа. Для технических вопросов я могу сказать, что сегодня самая безопасная система перемещения – это самолет. Несмотря на то, что по статистике 800-900 человек каждый год гибнет, тем не менее, это самая безопасная система. Самая опасная система – это автомобиль. В мире гибнет полтора миллиона человек каждый год. Полтора миллиона. Просто вдумайтесь в эту цифру. Так вот, соответственно, система автолетов и система юнибусов, она будет не на порядок, а даже на два порядка. То есть, что такое от 800 – два порядка. То есть, в принципе, это 8 человек в год. То есть, это реально будет сказать, что совсем не будет смертности при перемещении миллиарда пассажиров. Нельзя сказать, потому что у кого-то будет инфаркт, у кого-то будет там еще что-нибудь, кто-то там не съел чего-нибудь не того и так далее, и так далее. То есть, смертности при перемещении такого количества людей все равно не избежать. Это статистика. Но она будет на порядок другой. Это чисто технологический. Потому что, представьте, самолет, он летит в пространстве, двигатель остановился, он упал. Все. Спрятаться кому-нибудь невозможно. Только надежность техники. А здесь вы стоите на жестком рельсе, недалеко от земли. И, соответственно, если что-то случается, значит, задача безопасности – это чтобы вы остановились и имели возможность спуститься, а все, кто едут за вами или тех, кто сам, имели возможность оповещения, и система вся останавливалась. Поэтому, друзья, так как это все автоматизированное компьютерное управление, так как это все с единым центром управления, то, в принципе, никаких проблем там быть не было. И второй вопрос, что не в зависимости от этого вся система управления дублирована два или три раза. То есть, каждый модуль, который едет, он знает расстояние до впереди идущего, знает расстояние до следа идущего. И если начинается несанкционирование сокращения, то система, вне зависимости от того, какое управление идет вовне, она просто сразу останавливает систему. Поэтому здесь, друзья, это, ну, опять же, это система теории управления, она имеет многое решение задачи, но это я на пальцах пытаюсь вам объяснить о том, что эта система безопасности будет самой совершенной системой транспорта, которая есть. Вот, хотя сказать, стопроцентную систему безопасности создать невозможно, потому что техника, она сама по себе опасна, вы просто будете заходить, ударитесь головой под мир, и такие случаи тоже, наверное, из миллиарда пассажиров в год тоже, наверное, будут. Да, Ларис? Сережа задает вопросы просто по количеству инвесторов, там, 100 тысяч, 50 тысяч и так далее, что там на сегодня. На прошлой неделе или на позапрошлой неделе 110 тысяч человек мы перешли, то есть следующий наш рубеж это 300 человек и потом 500. То есть, да, опять хочется как бы призвать к ответственности, и вот задавался вопрос, а почему на площадке Академии Макросознания проходит? Да потому что у нас студенты Академии Макросознания как бы очень осознанно подходят к инвестициям, инвестируют достаточно хорошо. Вебинар идет совместный SkyWay и Академии Макросознания, потому что не все слушатели Макросознания Академии знают о проекте, и второе, не все, кто даже знает, входят на наши вебинары, поэтому мы договорились с Ларисой, с Ириной, периодически делать такие совместные вебинары, чтобы мы представляли, делали, рассказывали, как развивается проект, и таким образом, чтобы у нас была вот эта совместная работа. Я считаю, что это очень полезно и взаимовыгодно для всех. Да, так вот сейчас возвращаясь к вопросу, 108 тысяч инвесторов, к сожалению, констатируем этот факт, что у нас 108 тысяч зарегистрированных. Но вовсе не все инвестируют. Вот многие из вас сейчас зарегистрируются, вы, допустим, подпишетесь на программу «Один гектар земли», для этого не нужно какого-то пакета акций, причем вы можете зарегистрировать свою семью, это очень приветствуется, потому что нужно как бы такое количество людей, которые состоят в этой программе, чтобы можно было официально, серьезно решать уже эти вопросы. Поэтому, да, у нас больше 108 тысяч инвесторов, сейчас уже за этот день, может еще больше, но вопрос что инвестирует. Почему мы как бы, ну не то что в недоумении, а просто смотрим, вот видя всю картину целую, 108 тысяч инвесторов, буквально даже по 500 рублей в месяц каждый бы человек инвестировал, мы бы, наверное, с технологией в ее развитии, в реализации продвинулись намного дальше. Поэтому мы призываем вас к осознанности, мы призываем вас к тому, чтобы вы как бы реально поддерживали технологию, а не только через то, что это такая вот вау, знаете, как есть три вау. Вот больше бы осознанности хотелось. Борис, смотри, еще можно сказать, что по мере вот той работы, которую мы сейчас ведем, мы буквально на прошлой неделе вышли на первые показатели, если говорить не сколько инвесторов, а у нас тысячи человек каждый день приходят новых регистрироваться. Вот на прошлой неделе у нас первый раз появились вот такие показатели, тысячи человек в день. Следующий наш показатель это 5 тысяч, потом 10 тысяч в день. Второй вопрос, что почему мы сейчас именно акцентируем, чтобы люди приходили, получали информацию, потому что человек, который зарегистрировался, он включается в нашу систему, он получает информацию, получает доступ к вебинарам, получает всю рассылку, которая сегодня есть. И второй вопрос, что по мере того, как начинают исцелять новости уже по строительству, по распространению всей информации, люди начинают принимать для себя решение инвестировать или не инвестировать. Естественно, что как только мы выйдем где-то на следующий показатель, дальше мы будем призывать к тем, чтобы хотя бы 10 долларов каждый месяц, 15 долларов, ну сколько может себе кто позволить, потому что именно этот постоянный поток, он как раз и будет потом. Именно, да, так как количество работ в поле увеличивается все больше и больше, то соответственно и ответственность наших, как директоров инвестор-водящих системы, то есть та, которая организует финансы, она, соответственно, у нас все очень много вопросов, таких на самом деле очень хороших, что побольше бы информации по гитару земли подробной, особенно по ПО Евразии и так далее. Вы знаете, мы как бы сегодня собирались не по этому поводу, в самой компании эти вебинары ведутся постоянно. И Александр Мульков, у него есть уникальнейшая серия встречи семьи, да, семейные вечера, вот по субботам или когда это, просто заходите на статус, да, и смотрите, конечно, мы с радостью проведем сейчас, как бы мы уезжаем 5-го числа, мне просто как бы очень важно было активировать студентов, и студенты меня поймут, потом мы соберемся, я как бы отправлю им такую рассылку, что делать и как вносить свет в тот кристалл, который мы там заложим реальный, физический. И многие студенты на сегодня уже закладывают такие кристаллы реальные, физические, в тех городах, в горах у нас на Урале много студентов, Урал это вообще особое место планетарное. Вот, причина была сегодня собраться. А вообще, по факту, мы приедем, мы тоже соберем, точно так же на площадке Академии Макросознания, соберем студентов, соберем всех вас и расскажем о тех уникальных новостях, о том интересном, что осталось за кадром. Всегда интересно то, что остается за кадром. И конкретно будут больше по ПО Евразии, потому что это уникальнейшая возможность для всех нас по-новому вести бизнес, по-новому вести дела, потому что в ПО мы можем больше средств пропускать в само инвестирование. Сейчас речь не идет о том, чтобы сбежать от налога, что называется, плати налоги и спи спокойно, чтобы не пришлось потом спать на вокзале. Но разработаны такие легальные системы, мы же с вами как бы осознанные граждане. Наша задача также поддерживать и государства, в которых мы живем, и территории, на которых мы собираемся это внедрять. Поэтому мы будем с вами проводить подобные встречи и на площадке Академии, и на площадке Фонда. Тем более, что у нас как бы с сентября, по-моему, да, Сергей, мы уже начинаем открытие в той Академии Новой Евразии, которая у нас официально уже зарегистрирована, получили документы в Минюсте, и мы в этом плане объединяемся с Академией Макросознания, с фондом СВИК и с Академией частного инвестора мощнейшей Андрея Хавратова, потому что комплексно, если у человека отсутствует способность видеть всю картину в целом, он далеко не уйдет. Такой человек все время как бы сходит с пути, он понимает, что что-то хорошее, он встал в какое-то нужное место в нужное время, но страх и отсутствие знаний и перспективы заставляет его отсидеться в тот момент, как поезд ушел. Можно дождаться следующего, а возможно поезд вообще никогда не придет. Поэтому в этом плане мы стараемся донести максимальное количество информации для вас, чтобы вы оказались нужное время в нужном месте и сели на тот скоростной поезд, который к вам подошел. И чтобы это не было вот так, как пишет у нас участница, что она отправилась в Москву во Владивосток свою семью из четырех человек и время в пути по билету 164 часа. Поэтому давайте уже двигаться с 7-мильными шагами на ускорение и на опережение. Мы с вами вносим новую технологию, новый жизненный уклад и мы строим с вами территорию опережающего развития. Об этом подробно мы поговорим тоже на других вебинарах. Прощаться всегда очень сложно, мы уже больше двух часов в эфире. Вот нам уже послезавтра уезжать, надо готовиться. Поэтому от себя лично я безгранично благодарна всем вам за то, что вы сегодня нас поддержали. По рассылке мы отправим вам информацию по кристаллам. Всех студентов последнего проекта «Мы вместе вносящие свет» я призываю, у вас там было 8 технологий, переданных вас относительно того, как материализовать на планете Земля все, что вам нужно. Поэтому прошу вас подключиться непосредственно всех. У вас там больше тысячи человек, поэтому вы мощнейшая сила. Ну и все, кто присутствовал сегодня и кто будет слушать это в записи. И я прощаюсь с вами, передаю слово коллегам, уникальным мастерам, которые сегодня предоставляли для вас информацию. Все? На сегодня заканчиваем, Ларис? Или еще надо на прощание что-то сказать? Хорошо, если бы каждый сказал что-нибудь. На прощание решайте сами. Прощаемся, да, что мы только начинаем наши встречи на самом деле. И мы, когда приедем после нашего прекрасного мероприятия, мы обязательно встретимся вновь и расскажем обо всем. И также поделимся теми новостями, которые... новостями и возможностями, которые сейчас у нас есть. Теми полномочиями, которые нам помогают помогать каждому сейчас. Поэтому будем рады еще раз встречаться и всем пока. До встречи. Всем доброго. Пока. Мыслите, мечтайте масштабно и о великом. Да, друзья, очень рад, что вы в таком количестве и так собираетесь и работаете. И самое главное, что нас все объединяют замечательные люди, вот такие, как Ларис и Ремеш, нас объединяют такие замечательные идеи, как идеи Юницкого. И мы работаем в таких структурах, как Skyway Invest Group Андрея Ховратова и Transnet Group, которые мы сейчас совместно создаем. Поэтому, друзья, сейчас как раз то уникальное время, когда очень многое зависит от нас. И я думаю, что мы это делаем. И я абсолютно уверен, что результаты будут именно те, ради которых мы собрались и ради которых мы делаем. Все, друзья, спасибо. Отлично, Алексей. До встречи. Мы тебя не слышим. Благодарим, дорогие друзья. Мы действительно живем в уникальное время, в непростое время. Но кто кроме нас? Никто на самом деле кроме нас. Мы объединяем мир, объединяет мир наша каждодневная работа. Просто рассказывайте наибольшему количеству людей о проекте. Просто доносите информацию, как говорит мой сетевой гуру Григорий Михайлович, то есть учитель мой сетевой. Просто оповещайте. Потому что человек рано или поздно вспомнит о проекте, либо он вспомнит, когда над ним уже пронесется юнибус, либо он вспомнит, когда произойдет демонстрация сертификации, а может он вспомнит завтра или через неделю. Все зависит от конкретного человека, но что несомненно и бесспорно, что проект нужен 99% людей. Благодарю. Всем счастливо. Всем пока. Вот последние вопросы, как обычно, Иришка, это уже к нам с тобой, наверное, благодаримся. Хотелось бы узнать про закладку света в капсулу поподробнее. Без вопросов. Вы все являетесь как бы студентами, либо волнослушателями. Все вы есть, ваши имейлы у нас в базе, поэтому мы сделаем вам рассылку. А по внесению света, через капсулу света, очень просто. Между, из квантовой составляющей сознания, между вами и любым дальним объектом в этой вселенной, либо в альтернативных мирах, не существует никаких расстояний. Поэтому, когда вы просто знаете, что существует капсула времени, это будет простой термос с нержавейки, металл, чтобы он как бы не был подтвержден влиянию, тем более он будет закладываться на 30-40 лет. У нас там будет кристалл, фотографии мы разместим потом в интернете, чтобы вы могли, направляя свет в этот кристалл, как бы знать, что он расширяется и расширение света. Вы знаете, как мультикок раз, махнули волшебные палочки, и дорога начала строиться. Вот если вы будете это делать периодически, хотя бы в дне уделять по 5 минут, вы будете поражены, какие перемены, о каких переменах мы с вами будем узнавать в октябре на международном форуме, тем более сделаем последний акцент уже перед завершением. У нас впервые приезжает Анатолий Дарович Юницкий с командой СКБ, и это будет уникальнейшая конференция, как сказал Андрей Хавратов. Все, кто будет присутствовать на этой конференции, станут миллионерами. Поэтому мы призываем вас работать в этом направлении, если вы хотите. Мы не прощаемся, потому что не расстаемся. До встречи и успехов всем нам!